Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Данали, и сегодня объясню заранее, что будет в этом видео. Значит, оно будет долгим, потому что я спросила у своей основной аудитории, которым является по большей части мой клуб, я спросила у них, какое видео они хотят коротенькое, чисто что, где, когда и почему, или длинное с кучей эмоций, соплей, слез и визгов радости. Поэтому готовьтесь, берите чашечку чая, вкусняшек, и готовьтесь смотреть, что же будем мы наблюдать вообще в этом обновлении. Встретитесь с Солонсой и отправьтесь в Диколесье. Когда-то, когда только-только вышел Мистфолл, мы все так очень сильно мечтали, когда же откроется та самая таинственная тропинка. Я говорю сразу, и все уже, наверное, вы знаете, что я не люблю никуда лазить, никуда проникать, ничего, никуда, никакие запретки, фоткать видео, ничего этого я не люблю. А смотрю я что-то вообще вот в каких-то редких исключениях. Ну, в общем, встретись с Солонсой и отправься в Диколесье. Ага, теперь, когда мы нажимаем, у нас высвечивается список заданий, и что это задание можно взять. И где написано, все как всегда. Так, ага, вот значит мигает, вот тут вот. Но прежде чем отправимся в подключение, я должна подготовиться, потому что в таком виде я туда точно не поеду. Неожиданно для самой себя я решила взять лунное облако. Я думаю, этот старичок, хотя для меня он все еще молод и полон сил, вообще находится в полном шоке, потому что... Раньше это был единственный конь, на котором я каталась, наверное, большую часть своей жизни в Старстейбл. Ну, кроме Хафлингера и моей самой первой купленной лошади старой модельки Тинкера. Я уже боюсь, как тут будет подлагивать у меня. Ой, потому что народ... Хотя нет, в принципе, уже вечер, у меня лично 7 часов по московскому времени. Я думаю, народ как-то уже поутих, и будет все не так страшно. Так, как всегда, звук на середину. Еще меня раздражают вот эти всплывающие уведомления всякие. Я думаю, нужно их отключить. Да, так-то лучше. О, лунное облако, как я тебя давно не видела. Я знаю, хотя я помню о тебе всегда и все время. Я думала между Лохматиком, но решила, что сейчас на Лохматик я буду кататься все. А я недавно насмотрелась Хорсланд и еще другого сериальчика начала смотреть. И мне вот захотелось на своем верном, верном друге приехать и пройти это задание. Давайте же начнем. А, у меня мандраж, мне страшно. Так, невероятная экспедиция. Привет, Дарья, ты как раз вовремя. Новые лесничие собираются в свой первый проход. Присоединяйся. Знаете, а вот сейчас я задумалась. Надо было взять другого мустанга, у которого еще нету 15 уровня. Тут наверняка же опыт какой-то будет идти. Ну да ладно, продолжим так. Поговори с Алонсо. Та-дам. Угу. А, ой. А, ой, простите. 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 Да, и весь интернет засошный. Уже просто слюньки пускают за вот этих вот конях. Особенно за вот этого андалуза. Вот, вот, вот. О, моя красавица-то какой. Ну, тинкер нет. Вот белая гриба. Ванлав. Белая грибка. Ванлав. Фьордик. Ну, фьордик как фьордик. О, боже. Ну, вот это просто. Take my money. Я, когда его еще увидел задание с девочкой, которая себе лошадь искала, я уже тогда сказала, дайте мне это чудо. Этого Клайда я бы сразу купила. Так, ну ладно. Постараемся не отвлекаться. Хотя лошади такие замечательные. Кстати, вы знаете, что нашему начальнику приходилось работать в пустыне. В пустыне, но там же нет ничего живого, только песок и перекати поле. Говорят, они как-то подрались с кенгуру. Но не в пустыне, а в... Буше... В Буше? В лесу. Его еще называют зарослями дьявола. Почему, сами догадываетесь, что до драки с кенгуру, что это чистейшая правда. А еще я люблю струйсины, стейк и серфинг. У него так смешно симметричные родинки. Как круто. Кстати, классно, что я вижу новые лица, и они прям вот разные. Приятно слышать. Ну ладно, с австралийскими стереотипами разобрались. Теперь можем заняться делом. Вы все в курсе, зачем мы собрались. Северный Мистфол. Вот наша цель. Срубим колючий плющ и приведем в должный вид заброшенную станцию за ущельем Ровара. На кое-что вы еще не знаете. Станция находится прямо у Диколесья. У Диколесья там уже сто лет никто не бывал. И неспроста в тех местах опасно. Надеюсь, наши персонажи потом не будут такими. Ладно, пожалуйста, разработчики, не надо. Опасна сейчас работа. Мы все это знали, когда решили стать лесничьими. Но это невозможно. Я не буду рисковать жизни ради старого сарая. Я не пойду. Как пожелаешь. У меня было много невозможных заданий. Но так или иначе, мне всегда удавалось довести дело до конца. Получится и в этот раз. Ну что, все сборы? Тира, Энни, Тан, Астрид, Юссов. Так, а ты кто? Впервые меня не знают. Вы меня скорби... Нужно было на лошади подъехать. Я пешком выдавил и мой конь такой просто. Что? Где вы вообще меня зачем из доника вытащили? Я Дарья, а это Мун Клауд. Мне про тебя говорили. А, фух. Слава тебе, Господи. Если слухи не врут, нам повезло, что ты с нами. Готова отправиться в поход? Готова? Думаю, я справлюсь. К такому я не готова. Готова? Все слышали? Вот такой настрой нам понадобится в этом походе. Нужно выдвигаться. Не хотелось бы блуждать под диколесью в потемках. Оступишься и останутся от тебя рожки до ножки. Чисто, по-моему, русская фраза. Но кое-кого не хватает. Где же она? Ранья! Ммм, какие люди. Простите, что так долго. Мы с Делингром гуляли и забыли про время. Всем привет. Ого! Зачем мы появились? Без вас было так хорошо. Не в обиду. Но лучше бы они добавили кнопку «Сделаться одному». Все сборы готовы к выключениям. Что это как-то? Приключения. Привет, Ранья. Это Рован. Ты вовремя. Все уже собрались. Дарья и Мунг Клауд тоже с нами. Чего же мы ждем? Вперед! Не отставай, Дарья. Я же говорю, что нас ждет еще одно приключение. Нам с Делингром не хватает острых ощущений. Поэтому мы согласились поехать на север вместе с лесничами. Ааа! Ай, вот ты где. Вот ты где. Ааа, ты трусишка. Они сто лет планировали пересечь ущелье Ровара. Но Ровар первый человек, который решился взяться за дело. Ааа, ну. Ой, как классно. Мне так иногда не хватает тусовок с клубом. Вот таких покатушек, которые мы устраивали летом. Вы куда вообще поехали? Что-то как-то растянулись во мне кажется. Вы вообще пропали из беду. Можно мне этого Клейда? Пожалуйста. Да, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Погодите, а Клейда же нету в приложении Star Stable Horses, да? А, нет, стоп, есть. Че это, я губы раскатал. Эх. Надо, кстати, будет как-нибудь его потом купить, который в приложении. Мы на месте. Я чувствую, здесь какой-то особый воздух. Я давно не бывала в северной части Мествола. Рован, как дела с колючей стеной? Работы еще полно ранее, но нам это по силам. Пора достать тяжелое вооружение. Возьмем битзопил и справимся в два счета. Поехали. Молклад может оставаться со мной. Мы с Делинграм составим твоей лошадке компанию. Не хочешь... Не хочется там находиться. Я не выношу виск бензопилы. Я тоже останусь сраняя. Я могу стоять вон там и руководить. Или типа того. Кому мы взяли? Это что такое? Руководить? Да ладно. Неужели всех так напугали страшилки Эннитона? Последний раз повторяю Астрет. Это не страшилки. Это рюминские сказания, которые жители острова передают из поколения в поколение. Так, не ссорьтесь. Мы срубим колючки и пересечем из щели робора, чтобы нас не ожидало по ту сторону. Ой, автоматические слезу. Спасибо. Последний раз я этим занималась, когда... Когда пилила себе проход в Ярухейм. Да. Так. Что-то как-то... Коряка. Криво как-то, криво. Что это такое? Так. А, во. И сейчас, бац, в кустах лошадиная голова. Нет? Ну ладно. Ого. Прямо горная тропа. Мне нравится. Мне вообще нравится, что карта Юрвика начинает потихоньку нам всем открываться. Это позволяет найти себе уютный, тихий уголок. Хотя, к сожалению, несмотря на то, что локации сейчас открывают очень крутые, у нас пропадает возможность насладиться ими в тишине и покое, кроме как в какое-то, я не знаю, конкретное время суток. И в итоге начинают пустеть вот эти вот старые локации, в которых мало уже кто живет. И они остаются только для истинных любителей данных конюшенок. Так, продолжим. Мы преодолели колючую стену. Получилось, вы срубили колючки. Да, да, мы такие. Да, пришлось попотеть. Будь нас на одного меньше, мы бы точно не справились. Спасибо за помощь, Дарья. Ну, вообще-то как бы я все сделала. Не могу поверить, что колючек больше нет. А столько раз здесь стоял и гадал, и что же там на той стороне. Дарья, как ты думаешь, что на том конце ущелья? Огромный лес. Было бы здорово, старые лесничьи говорили, что в этой части Юрика растут уникальные огромные деревья. Скоро мы узнаем, каково стоять под их кронами. Все готовы к тому, что нас ожидает? Вопрос с подвохом. Конечно, вы готовы. Ой, моя нога! Что такое, Астров? Ты в порядке? Она схватила меня, она специально схватила меня. Она царапалась колючкой. Раны серьезные. Чего? Да ладно, просто царапит, но все будет хорошо, ясно? Кто поможет Астре добраться до станции и обработать рану? Ей нужен врач. Я-я, готов. Раз уж вы настаиваете. Так быстро вызвался Юсов. Мои рассказы про деколезию так тебя впечатлили. Что? Нет, еще чего. Колючка, клянусь, она тянулась за мной. Боже, кого вы набрали в ответ? Что? Что за ранимые люди? Жуть какая. А что ты думаешь, Дарья? Это место не стоит недооценивать. И не говоря серьезно, здесь такая атмосфера, я не могу описать странное место. Энни-то, ну, рассказывал нам предания о деколезии. Думала меня ничем не удивить, но кое-что даже моя мама не знала об этом крае. Не представляю, что нас там ждет. Минус два лесничих, расклад не из лучших. Зато путь, наконец, свободен. Нужно двигаться дальше. И дайте мне моего коня. Дайте. Мне мышка завезла. А-а-а. Фух. Я уже захлебываюсь слюнями, я хочу увидеть, что там. С ней все будет хорошо, а нам стоять на месте не стоит. Пошли. Пошли. Вы чувствуете, воздух стал тяжелее, пахнет увядшими растениями. Напрашивается только один вывод. Мы рядом с навозной кучей? Буш. Нет, балда, дикие растения выделяют такой газ только по одной причине. Это значит, что приближается гроза. В общем, растения пускают газы. Последнюю фразу, мне кажется, можно было убрать. А вы слышали историю про белого оленя Диколесе? Говорят, там среди кустарников и деревьев бродит призрачная олень. Если увидишь это необычное создание, значит скоро произойдет нечто невероятное. Мне уже проспойлерили его, к сожалению. Спасибо, группа ВКонтакте. Если честно, я сейчас очень опечалена тем, что мне приходится делать... А хотя, чё я переживаю? Я потом смогу настроить всё как надо в видеоредакторе. Тем более, что... Ой, эхо. Белые олени потрясающие. У них такой крас из-за лейки... Лейкизма. Обычно его вызывают мутации генов. А иногда лейкизм возникает из-за внешних факторов. Например, радиация. Энни, там где ты берёшь эти истории? Какой за умный молодой человек. Ай! Чуть-чуть не шмякнулась. Подлагивает. Когда-нибудь я увижу Старстеплю на гигантском мониторе. Без глюков и без влагов! Я буду выйти, я буду пить. Так, кто следующий от нас отсоединится? Ой, как классно-то. Я начинаю вспоминать, какие я эмоции испытывала, когда въезжала в Мистфол. Мистфол ведь? Мистфол, да. Ой, как красиво. Надо ночью. Когда... Тюма! Чё так поздно? Ой, как тут классно-то. Туман, туман. А, гроза. Да, прогруженность у меня, конечно, несмотря на то, что настройки на максимум, просто божественные. Где текст? Я не успела. Я прочитала только, когда я переехал. И всё. Что это за телодвижения такие? Ой. Высни сказания. Ух ты. Воу. Серьёзно? Тихо, бедный человек. Ты в порядке? Друг лесничий. Ох, шей. Он дал стрякача. Нужно его догнать. Кто-нибудь, найдите шея, пока с ним ничего не случилось. Поймаю убежавшего коня. Он ещё молодой, всего боится. Держись рядом, а это его успокоит. Дарья, найди его, я поставлю рожу здесь. Одновременно напоминает леса ночных эльфов из Варкрафта и хвольную рощу из Арк Сюрвайвл Эволвит на карте Вол... Волге... Волге... Волгеего... Я забыл название карты. Где конь? Конь, ты где? А, вон он. А что ранее носится? Она сказала, что постоит туда, ждёт. Стой! Стой! Тише. Тише. Давай только ты не будешь ехать, как другие, сквозь камни, пожалуйста. Пожалуйста, не надо сквозь камни деревья ехать. Пожалуйста! Нет, 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 пожалуйста, пожалуйста. Молодец какой! Ой, слушайте, это долго. А-а-а! Стой! Стой! Вообще не понимаю, почему купол этот так мигает? Так, ну чуть-чуть осталось, давай же. Ну, сейчас, кстати, я нашусь, что-то звуков дождя вообще, по-моему, нет. Нет, так неинтересно. Ура! Ура! Как это мне так получается? Неудивительно, что шея испугалась. В этом лесу жидковато. А мне нравится. Тише, шея, Дарья, у тебя все получится. Подойди к нему и успокой. А где он? А чего он так далеко? Успокой лошадь, чтобы подойти и погладить ее. Ты должна спешиться. Не подходи слишком близко, пока лошадь не успокоится. Why? 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 Ух ты! Тихо, тихо, тихо! А вот как это работает. Я не провалила! Классно! Тише, тише, все в порядке. Шея сильно перепугалась. Спасибо, что привела его назад. Дарья, отличный жеребчик. Дарья, отличный жеребчик, но пока еще зеленый. Я никогда не видела молнию так близко. Она светила в небо, как прожертву. В этом месте словно чувствуешь какое-то недовольство. Как будто лес не хочет, чтобы мы здесь находились. Перестаньте себе накручивать. Природа зла не держит. Она просто живет своей жизнью. Ну, вперед станция должна быть уже недалеко. Мы только въехали в лес. Можно сделать как-то подальше эту локацию. А где мы вообще? О-о-о! Так это еще не все! Я-то думала, нам открылось вот это все. А значит, вот тут еще что-то. Вот тут еще что-то. У нас, значит, теперь две пары гор, внутри которых неизвестно что. Ага. Нет. Ну что здесь-то, я догадываюсь. Слушайте, а может быть это здесь, кстати, живет логово этих всадников. Ой, где Фриф, простите. Все здесь отлично, пора двигаться дальше. Заверши путешествие. Я не хочу его завершать. Путешествие выдалось непростым. Но скоро мы уже будем на месте. Только учтите. У меня привычка нажать, чтобы текст дошел до конца. Но нет, в последнее время это так не работает. Я нажимаю продолжить текст, но он просто заканчивается даже не дойдя до концовки. Кстати, локация такая, средненькая. Она маленькая по масштабам, но просто она кругленькая. Да. То есть тут много деревьев, много пустов. И если кататься, я думаю, встретить кого-то... Очень сложно. Это напомнило мне первое задание в моей убытности с Ничем. В Австралии, в парке Пелега. Я стою на краю леса между цивилизацией и дикой природой. А в голове крутятся бесконечные мысли о том, что нас может ждать. Да-да-да-да-да-да. Я кручу голову в разные стороны. Не знаю, куда смотреть, потому что везде так красиво. Но у меня еще лагает. Где кролики? Ой, залагала-залагала-залагала. Ой. Сразу видно, где много народу. Ай, можно не лагать. Пожалуйста. Ой, кстати, мне вот не нравится вот этот мох, как они его начали рисовать. И вообще выглядит как какое-то пятно. Вот тут, кстати, нормально. А вот тут не то. Ой, как уютно. Ребят, я, конечно, все понимаю, но почему мне начинать все больше и больше стартэбом напоминать World of Warcraft. Я чувствую себя... Значит, если кто в курсах, что такое World of Warcraft, то вы знаете Нордскол. Ревущий фьорд. Вот абсолютно то же самое. Особенно, где водопады. Добро пожаловать в Рейнвудпойнт. Здесь отлично, пора двигаться дальше. А мы еще не приехали? Ладно, за дело здесь для всех найдется работа. Сейчас выяснится, что все делать будет только я. Ты можешь починить забор на пастбище Тира Эннитон. Попробуйте посмотреть, что в заколоченных зданиях. А мы с Раней проверим остальные сооружения. А представьте, они начали открывать здание. И вдруг оказывается, что там скелет старого лесничего. Да. Но наш знак... Ой, боже мой, боже мой, как тут уютно. Вот это паст... Боже, я такие пастбища всегда делала варки похожие. Чтобы... Ну, короче, в игрушках, где можно что-то самому строить. Чтобы вот деревья или камни были частью забора. Ой, ребята. Да ладно, да ладно. Это такое гигантское пастбище. Серьезно. Боже мой. Я сейчас плакать буду. Это... Там еще и пастбище с прудиком. О, боже. Это... Это, ребята, вы прекрасны. Ребята, у меня слезы наворачиваются. У меня слезы и мурашки. Это божественное место. Ой, у меня аж мурашки колючие просто. Это божественное место. Все, я его обожаю. Я его обожаю. Но, кстати, я переезжать сюда жить... Пока не хочу. Это там лягушка? Это там лягушки? Там лягушки! Сова! Привет, Сова. Сова вен, Сова мерзкий. Боже, ребята. Просто до свидания, значит, Даша. Здравствуй, дикие кони. Табуны. И вот просто я буду сидеть. Бегать дикой лошадью. Включать лошадки. Хорсленд. Что, кто в хорсе? И все. И все! И все! А, нет! Нет! А, я не успела нажать скрин-экран. О-о-о! Да ладно. Да ладно, он действительно так выглядит. Я думала, это глюк у кого-то такой. О-о-о! О, боже мой! О, боже мой! О-о-о! Пятого старстыба появилась нормальная анимация! Фу! Мне все равно, что тут был крутой олень. Здесь появилась нормальная анимация. О-о-о! О-о-о! Я вжжу! Я вжжу! Просто я... Я ув... Просто... Каролина... Вот мы ждем, когда обновят персонажи. И все. И до свидания. Мы тут вообще жить будем. Просто... О-о-о! Меня вообще... Мне... Я извиняюсь за хлюпание, но я должна запить этот чаем с ромашкой. Тут даже навоз лежит! Тут даже стога сена! Две! Три поилки! Нет, тут три сена, три поилки. И там еще, по-моему, внизу было. Боже мой! Паре-паре! О-о! И тут еще вот эти... Разработчики! Спасибо для места для... Тут есть... Колодец! Милый колодец! М-м-м-м! У меня нос заложило! От эмоций! Ху-ху! Так, стой! А вот это и Дарья. Все хорошо, ты бледная, как собака Динка под луной. А-а-а! Я чувствую, я сижу красная, у меня нос заложило от соплей. А там, смотрите, туман. Отсюда запал. О-о-о! Нет, там туман... А там чего? Там туман. А там... А туманом же вроде там, я видела, покрыта та локация, которая нам пока закрыта, да? Собирайтесь, обсудим наш поход. Давай! Ну что, Дарья, как ремонт забора без сучка, без задоринки? Ну я же знаю, что он мне не поверит, но нет! Я не буду с тобой спорить, но когда ты так устаешь, разум всяко начинает выдумывать. Может показаться, что лес разгадывает тебя тысячей глаз. Итак, что мы имеем? План выполнен. Мы добрались до станции Рейвун-Поэт и разместились на границе Диколеси. Мы пришли сюда не развлекаться. Нам нужно сохранять бдительность и внимательно следить за лесом. Обязанность здесь ничьих юрвика защищать природу. А теперь за работу у нас полно дел. Я не настолько устала, просто вбивая гвозди в забор, чтобы у меня что-то чудилось. Давайте отдохнем, работать начнем завтра утром. Да ладно! А я думала, мне придется идти покупать или ждать действительно завтрашнего дня. А что-то изменилось? Наверное, что-то изменилось. О, боже мой, сколько тут людей! Вот поэтому я здесь пока жить не хочу. Потому что, ну, посмотрите, ну, невозможно. Я не могу. Я не могу. Это заброшенная станция. Тут не может быть столько людей. Столько должно жить. В Ярлхейме, на ферме Стива, в Морланде. Но никак не здесь. Ну как, выспалась? Мне давно так сладко не спалось. А вот и Астрид с Юсифом добрались. У нас тут бойкая компания собралась. Куртка! Ребята, тебе доверяют в опасных и непредсказуемых условиях. На тебя можно положиться. У нас запланировано много дел на станции. Поговори с остальными. Узнаю, что они думают. Боже, как тут классно. Роли, да и только. Просто роли. Так, вот последнее место мне показали. Это вообще где? Найдем, ладно. Дарья, у нас получилось. Мы тормались в деколе с едой целыми и невредимыми. Ну, почти. Приключение окончено. Но явно не для тебя. Я вижу, ты смотришь в сторону озера. Как думаешь, что на другом берегу? Кто-то начал цепляться, как она может видеть, если она слепая. Они чувствуют, ё-моё. У них по-другому восприятие. Она же слышала, что мы идем к ней. Значит, она поняла, что мы стоим лицом туда же, куда и она. А она слышит, где водопад. Мне здесь нравится. Разве в дремучем краю недостаточно магии? Его звуки, запахи, хруст, сосновых иголок под ногами, подход, лестничек завершён. Но я чувствую, что с тебя ноги тянут дальше. О, да. Меня ноги тянут дальше. Особенно, когда тут никого нету вообще. Так. А, это вот здесь. Стой, 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 стой. Стой, Вон Коут. Тихо. Привет, ты дошла вместе с остальными? Какая храбрая. Подумаешь, наверняка Дарья всё время прятала за спинами других. Вы двое очкарика-трусишки. И не потому, что вы очкарики, а потому, что вы трусишки. Астрид, не надо так ровно говорить, что если бы не Дарья, то они бы не справились. Разве ты не слышала? Ладно, ты прав. Прости, что я так говорю. Я не до конца отправилась от случившегося. Ты просто укололась иголкой. Зарослей. Было не так уж страшно. Алонсо быстро залечил твою рану. Меня совсем не рана испугала. Неважно. Да, я буду отвечать за магазин припасов. Если понадобится еда для лошадей, обращайся. Если захочешь купить изделие ручной работы, то заходи ко мне. Я сделаю несколько из изделийных сумок. Вдруг тебе что-нибудь понадобится. В общем, увидимся. Понравится. Почему я прочитала понадобится? Привет, Дарья. Надеюсь, наше долгое путешествие не очень тебя утомило. Я должен тебя кое-же чем спросить. Ты веришь в старое сказание Юрвика? Всей душой. Рад ты это слышать. Мы многое можем узнать из рассказов прошлых поколений. Сколько тут всего. Ты где-то? Сюда. Я уверена, вот это вот... Вот это... Ну, слушайте, это как у дуруидов из варкрафта. Ну, честное слово. Вот это вот здесь не просто так. А там еще один. Это пустой. Но они явно здесь не просто так. И здесь вот какое-то место. Прям тоже а-ля загон. Ой. Ой. Я запуталась немножко. В смысле сойти с лошади? Вы издеваетесь? Мне кажется, это пока я не выполню задание. Поэтому мне нужно найти дорогу обратно. Куда? Так, сюда. Привет, Ария. Мы все-таки дошли. Можешь в это поверить? Теперь изучим весь дремучий край. Я уже начал делать заметки о местных обитателях. Как тебе, Диколеси? Мне здесь нравится. И мне кажется, возможности безграничны. Ранее я говорила, что где-то здесь водятся дикие лошади Юрвика. Может, нам удастся на них посмотреть? Я думаю, что вот там вот, наверное, будут продаваться лошади. Увидимся, Дарья. Мне сразу стало ясно, что тебе Диколесье по плечу. Она очень крутая, но я пока побуду в своем уютном свитерочке. Так, по поводу локации. Ребят, 100 из 10. 200 из 10. 1000 из 10, я не знаю. Так, ну, кстати, давайте гонку пройдем. Привет, Дарья. Не можешь здесь прибраться? И с виду не скажешь, что место позади нас открытый конный манеж. Чего? Это конный манеж? Ну, какое удалось здесь устроить? Рома попросит тебе помочь провести порядок манеж. И это манеж... И... Что? Это манеж? Серьезно? А земля изменится? А тут песочек будет? А тут что-нибудь... Как... Все. Все. У меня глаза уже, как арбуз. Я не перестаю удивляться. У меня до сих пор мурашки. 35 минут записи, а у меня мурашки, как я не знаю что. Ребят, ставьте лайки, если у вас тоже отвисла челюсть. Я не знаю вообще, ну вот это, вот на всем, и у меня опять лагает. Если вы не могли целый час прийти в себя. Спасибо. Любая работа лесничего может приносить радость. Так, ничего не изменилось? Наше путешествие окончено, но мы пока здесь расслабляться не стоит. Проверь свои силы. Предлагайте испытать конку... Конку... А где песочек? Где тропиночки? Почему тут дождь? А, это как я вчера смотрела серию Хорсес, где Хлоя на чиле попытались... О, что они попытались-то? Двойную препятствию, или параллельное препятствие перепрыгнуть. Вот я сейчас чувствую себя, вот как будто я именно этим и пытаюсь заняться. Мой мастанг был к этому не готов, надо было брать высокого. Спокойно. Спокойно. Как? Спокойно. Майнклауд, я в тебя верю. Я в тебя верю. Тихо, тихо. Тихо. Тихо, тихо. А почему дождь? Вот мне без дождя больше нравится. Вот я так и знала. Я узнала. Я так и знала, что это... Это... Вот дождь у меня будет. Он останется. Что? Как? Почему? Ты молодец. Надеюсь, дождь не слишком охладил твой пыл. Можно, пожалуйста, без дождя? Пожалуйста. Спасибо. А мне интересно, если потом туда вернуться дождь будет. Так, что у нас здесь? Тир изучает работу на станции лесничья. Привет, Дарья. Можешь помочь? Нам все приходится вносить в свою левту и работу станции. Узнай, чем можешь помочь. На доске объявлений ты можешь посмотреть, что нужно сделать. Это, короче, задание, как на корнюшне. Я поняла все. Привет, Дарья. Ты заметила, сколько уникальных созданий живет в дремучем краю? Узнай о планах Тихо. Я еще не встречала такого биологического разнообразия, как в дремучем краю. А мы ведь только на окраине леса. Дарья, я вижу, ты изучаешь местность. Ты очень смелая. Я так увлеклась чтением и заметками, что больше ничего не успеваю. Постой, у меня есть идея. Ты путешествуешь, а я занимаюсь наукой. Если объединимся, получится здорово. Ты можешь делать фотографии, пока гуляешь по округе? Приноси их мне, а я проанализирую. Но для того дела нужен талисман. Познакомься с Брисси Рован. Вот кто дал ей такое имя. А сшил ее Юссоф. Я вдохновилась фотографиями странствующих игрушек, которые стали популярны благодаря плюшевому дракончику Токену. Ну, конечно, это же моя работа. Ты знаешь Джеймса Клаудмила. Даже слишком хорошо. Правда, значит, у тебя есть альбом открыток Токен. Ты уже нашла все места с фотографией? Я побывала во всех и даже написала аналитический разбор флоры и фауны каждой области. Ого. Он придумал замечательный проект, чтобы люди лучше узнали Юрек. Наверное, он увлекается благотворительностью. Мне захотелось повторить чудесную затею с фотографиями игрушек здесь. В неизменном дремучем краю. Так. За дело не терпится посмотреть, какие фотографии у тебя получатся. А пока свяжу свои знания по Дендрел... Ладно, я не успела. Я слишком рано нажала. Так. Ну... Ну... Не-не-не-не... Я только что хотела сказать, давайте же мы начнем жить здесь и посмотрим, какая внутри конюшня. Но потом вспомнила, что... Конюшни внутри ничем не отличаются. Так. Магазин. Но вначале... Теория. Ага. Дождя нет. Ну не похоже это на манеж. Там где тропинки хотя бы? Круговую. Сделайте просто круговую тропинку. Ой. 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 Что-то я... Немножечко... Не туда. Мне интересно, что в магазин. И... Да, ребят. Уже 40 минут, даже больше. Нет, 40 минут вы смотрите, как я тут радостно просто ношусь здесь и не прогружается слегка. Вы можете навсегда нажать паузу и сделать перерывчик, а потом досмотреть до конца. Так. Мне нравится, но пока что нет. Коричневый у меня. Хватит пока что. Пока что, пока что. Так. Так. Ну тут все, как всегда, по стандарточке, кроме корма для пурец. Это естественно. Так. Что здесь? Оу. Серьезно. Ребята, смотрите, как они просто проработали грудь. У нашего персонажа грудь стала больше. Так, что еще? Ой, а можно мне в жизни такие штанишки? Нога. А-а-а. А-а-а-а. Что это? Дружелюбное в леснищах Юрвика из Рейнпольд. А-а-а. Сумки классные, седла классные. Я их не вижу на лошади, но они классные. Не люблю я такие вальтрапы. Нагавки классные, штаны классные, футболки классные. Ааа, что делать, помогите. Понятно, понятно. Копим шиллинги, копим СК. И когда-нибудь, как-нибудь, куда-нибудь. Так, ааа, ой, у нас заложил, простите. Ой, так, значит, что я хочу посмотреть. Ой. Да, тут все бег... А, хотя, знаете, что я вообще страдаю фигнёй. Хотя нет, я пока что так побегаю. Я, дикой, успею тут ещё набегаться. Ааа. Ага. Какие большие лягухи. Ой, классно, тут можно бегать и не тонуть. Вот тут, я уверена, сейчас дофига народу бегает. Но из-за того, что очень много деревьев и кустов, их не видно вообще. Ладно, периодически. По ручейку можно бегать. Как тут прекрасно. Боже мой, боже мой. Нет, фотографировать я не буду. Чего? Да что такое? Ага. Вот видите? В будущем нам, видимо, откроется вон та вся долина. Одну минуточку. В общем, в будущем там у нас откроется вся остальная территория. Это очень интересно. Ой, 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 ой. Дикие лошади, дикие ручьи, дикие лица. Ребята, я таю от этой локации. Она прекрасна. И вот это вот все потом нам будет доступно. У меня в горле пересохло. О, боже мой. О, боже мой. О, боже мой. Ага. Так. Вот это значит известное место, на которое все пытаются перепрыгнуть. А вот от толку тут дальше-то вы не пойдете. Вы не пройдете дальше. Зачем? Зачем вы страдаете вот этим вот? Зачем? Вы же все равно не попадете. Вам вот в принципе просто надо, да? Ну, мне туда не надо. Как только мост построят, я туда пойду. А пока что я буду наслаждаться этими локациями. Вместе с вами. Те, у кого нету СК. Ребята, не переживайте. Не забрасывайте ССО окончательно. Когда-нибудь у вас появится возможность, как у меня, покупать себе кони. Кони. Купить СК. Чего? А это уже Редет напоминает. О, боже. Я не могу. У меня кончились слова. Просто. Я просто ничего не хочу больше говорить про эту локацию. Вы сами все видите. Вы сами, кто может, все увидели. Единственное, что я могу и хочу вам сказать. Это не забывайте тренировать своих лошадок. Чистить их. А также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. И до встречи в Диколесье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова